всем привет мои дорогие итак мы сегодня жарище 40 градусов сейчас 7 часов вечера 36 градусов это просто невозможно я вышла на улицу и бегом забежала домой ничего не хочу налила два бокала воды будем пить водичку просто залпом так сегодня я вам целый фильм составила и что вы думаете начала закачивать обработала его все а youtube не пропускает ох накаркал там кто-то мне накаркал просили же вы фотографии это расскажите про любовь ну я ж досталась антикварные фотографии все из юности детства сняла вам все рассказала показала вам и семью и мою как сказать когда я в детстве была и сейчас и короче youtube что-то не не это самое не пропустил ну ничего страшного я вам тогда расскажу юность там кто-то мне писал ой и я была я была так я ж вас как сказать не спрашиваю не это я про себя рассказываю что вы с такой злостью пишите я я я за себя рассказываю хотите слушайте хотите нет в юности очень активная юность была раньше было кружков масса и ездили на балы я была на балу вы представляете где снимали вот это 12 месяцев центральном доме детей железнодорожников золушку снимали по вот этой лестнице она бежала и мы внизу были накрыты столы и мы все праздновали а 12 месяцев снимали в этом же в петергофе я была там тоже в этом зале бал был для детей какой шикарный я не знаю сейчас существует такое или нет ну а в то время я ж была ну и конечно там все та страна я много путешествовала показывала путешествие своей мамы она тоже путешествовала много но почему-то закрыли от именно старинные фотографии я 50-го года 60-е 70-е такие интересные антикварные но почему-то не пропускают я уж больше показывать не буду в общем такое вот потом в юности ходила тоже много кружков был был выбор да после школы мы вышли это все такие кружки были обычные коньки теннис там все такое а в юности думаю ну тоже что же я буду только учиться надо ходить и развлекаться пошла я на фехтование мне очень нравится фехтование ну я ж девочка не я не была толстой но я такая крепкая высоченько вы знаете я уже наверное переросла на фехтование я посмотрела там все с детства занимаются я подумала подумаю на думала наверное нет наверное у меня не получится вообще надо было пробовать это было все бесплатно надо было пробовать потом пошла на это фортепиано фортепиано я не знаю я петь не умею меня слуха мне кажется нету раньше ходили все до чисто для себя для развития но там была оплата большая 22 рубля и надо было шуметь этот фортепиано у меня его нету ставить его некуда покупать его никто не будет очень я подумала тоже пианино отпадает пошла я на гитару на гитару ходила долго ходила все свое учебное заведение сколько я училась только ходила ну играла я там постой паровоз ну я не музыкант я чисто так знаете по интересу брынькала там три аккорда а м ф м ну играть я сейчас не играю на нервах игра потом я пошла вместо фехтования на парашютный спорт парашютный спорт шо уже сирена уже тревоговой короче парашютный спорт мне очень понравился нас было 45 человек там пять из них девчонок все мы учили так мне нравится выучили как застрянешь какую сторону тянуть эти стропы и там ножичек если что ты застрял обрезать эти стропы то вообще все идеально и что вы думаете прыгает первая группа и когда мы сдавали медкомиссию каждый старался пройти хлопцам подсовывали в носки стельки чтобы они были выше там сантиметр два потому что прыгать с парашюта там очень надо параметры чтобы соблюдать вес рост чтобы когда ты стоишь так вот ровно море чтобы у тебя было три дырки между ногами там от где косточки потом где коленки потом на этих где бедра и уже в паху там не так просто косолапой там прыгать не будет и конечно же зрение надо было а зрение это у меня плохое ну я просила одноклассница чтобы она за война прошла она прошла но когда прыгнула первая группа и мальчик тоже плохое зрение он прыгнул и под давлением ослеп и все всех зарубили перекомиссия а врач там был как этот рассказывал шифрина он пишет и пишет мы все сдаем запомнили строчку друг другу передаем все порассказывали а он пишет и пишет ну а потом конечно была перекомиссия и все зарубили и с парашютом я не прыгала ну ходила с таким удовольствием со мной сидел мальчик ваня жених у меня даже провожал и в щечку целовал вот так кто-то спрашивал за любовь с любовью все в порядку обделена я не была было много у меня друзей ребят но я воспитана правильно такая все только на вылазки на какие-то мероприятия гулять так дома чтобы как раньше вернее раньше как сейчас не не делали не уединялись там нет все время в движении в этом и меня учили так заработать сначала надо получить профессию заработать капитал а потом создавать семью ну и как то вот так вот были ребята которые играли с музыканты и уезжали в то время в польшу звали поедем вот это ж военные до музыканты военные что поедем заработаем я отказалась нет я не хочу такое не надо мне это активная активная была юность есть что вспомнить конечно не сравнить сейчас со второй половиной жизни вторая половина жизни у нас конечно видите подкачали эти все перестройки но их баню эти камня кофточка я делаю легенькая красивая только надо лифчик получше надо спонсора на лифчик донатик донатик мне на красивый бюстик вот такие то делишки я вам расскажу сегодня ходила в магазинчик я купила сок томатный сачок купила тортик купила не знаю что мне не хочется тортик отрезала кусочек ну и на остановке как всегда что там тоже приключения и женихи ожидала я автобус один джентльмен привел даму свою провожает одет так брючки наглаженная кофточка она такая приятная женщина уже выпила воду ой видно что они из застолья и он ее провожает и она так видно немножко хмель на автобус значит ее садит и говорит может тебя было на машине отвезти думаю о когда привел на автобус может на машине ты шо не подумал что надо отвезти конечно же нужно на машине потом говорит а у тебя на проезд есть но они такие постарше меня ну эта женщина как-то не выдержала и заговорила со мной мы вдвоем на лавочке сидели ожидали транспорт в этой ожидаловке она говорит вот ему 81 год он так хорошо выглядит как будто ему 70 68 такой это аккуратненький такой подтянутый и совсем морщинок нету и этот самый говорит же есть у тебя на проезд есть а я говорю вашу на проезд не дал на автобус а потом говорит может тебя отвезти что типа не заснешь в автобусе я вот а жара такая 40 градусов может и задремать и мы все так разговаривали с аж втроем и вот он рассуждает рассуждает короче на билет ей не дал в автобус нормально она достала свои деньги двадцатку проезд стоит 12 она значит заплатила ну да подает же ему на билет эти 20 и быстрее садится на место а водитель кричит сдачу сдачу а этот же провожатель говорит они надо сдачу а я говорю а шоу распоряжаетесь деньги то не ваши вы же не дали ей на проезд распоряжается не надо день он так смотрит ой думаю жадненький на машине не отвез только вслух проговорил что я бы я бы то взял бы привез это вообще и еще и говорит не надо типа сдачи с ее денег нормально это такой знаете с барского плеча я так посмотрела думаю ну женихи пошли современные это вообще сачок хороший но это я сок покупала на базарчике на руках но наверное его все-таки водички добавляют сильно отделяется мякоть томатная и такой сейчас и помидоры водяные так я вот такого видела женишка с ее денег не надо сдачи а вышла там на остановке на этом же базарчике тоже сидит приколист сидишь что-то сумку ремонтирует женихи тоже набиваются я вот да я вот такие вот мужчины веселые как только за порог так сразу и сказки рассказывают ну жара конечно жить не дает жара это ужасно так я сегодня марафету навела от жары под восьмидесятые там рубрику смотрела этих начальника восьмидесятых разукрашенная думаю ну ка я вспомню молодость я не красилась молодости лям только ресницы мало мне не надо было у меня все свое затем мне краситься так что тортика не хочется особо две ложечки съела и все сколько томатного хочется бутыль бы выпил воды пить пить жарище 40 на улице наверно больше потому что прям голову стискать я еще буду не взяла голову стискает думаю ну все быстрее домой потеряю сознание бегом бежала там еще цветочки красивые эти цветочки походала посмотрите но мне обидно то что я показалась там не работу свою лабораторию показала и где работали родители показала что уже цех и там одеты как делали пищевые продукты не этот самый не пропускает не пропускает все я не стала переделывать потому что полчаса это там мороки так рассказала может когда-то так покажу но так наверное не будет видно в экран это надо наводить камеру так что все в порядке все это конечно на море бы пойти люди сегодня на пляж ездили ну наверно на песок не станешь сейчас же вода поднялась она о том берегу направо и пляж забрала что там цемент кипяток и песок кипяток я не знаю где там сидеть а вода вода наверно с берега глубина в общем я не знаю народ был так вот на остановке человек 50 есть прям так много с детьми и этот вот такие новости вам рассказала потом смотрела уже такси есть у забыла где 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 чего франции чиди короче где-то не у нас такси самолет и такси подводная лодка уже до чего дошли вызывают уже такие такси такие-то дела спросила строительные материалы так дорого не знаю так дорого еще тащить его надо как его тащить цемент я имею ввиду и песок это же раньше пошел там песка набрал а цемент купил а сейчас надо все купить попрошлась в общем такие дела вышла я вечером потому что очень жарко ночью мучаешься не спишь потом утром спишь вот такое то дело жарище кондиционер крутит а еще знаете что я за лампочки надо завтра пойти лампочку купить вот эти лампочки которые диодные они же не греют надо летом ставить вот эти диодные лампочки которые вот это по два три года варят они не не нагреваются потому что у меня старые лампы старые включаешь очень жарко надо завтра пойти купить лампочку и поменять лампочки там у меня есть это лампочка в туалете надо ну летом летом нужно ставить вот эти диодные а зимой наши эти же греют наши надо чтобы зимой были а летом надо чтобы эти диодные чтобы не так жарко ну жара такая невыносимая я не знаю говорили что будет такая жара и проблема с водой может быть люди поедут все на север от этой жары вот такие пироги ну вот и все вот и все лайк подписка колокольчик спонсорство донатик на улучшение канала чтобы я красивая была и что-то еще придумаем у нас очень мало полуфабрикатов взял бы что-то попробовал так цена такая бешеная от 150 и выше 120 если по акции так смотришь какие-то колбаски там всякие появились не знаю с чего они ну дорого так упаковочка не знаю сколько упаковочек ну пусть 600 грамм упаковочка 120 по акции а без акции 150 ой воды воды а попробовать хочется глаз манит манит ну и конечно мало у нас таких вот этих готовых продуктов которые тоже можно было попробовать так поглядишь поглядишь ничего нету интересного такие новости вам рассказала ну что до новых встреч всем спасибо кто был со мной спасибо за просмотр и вот такие мне сережечки китаец мне за три рубля прислал года три назад вот такое дело все всем пока лайк подписка колокольчик и до новых встреч